Ну, я бы сказал, что да, это опасность верстать прежде всего именно тем, что туда отправляют этих мобилизованцев. Они называли цифру 9 тысяч, но мы же ее точно не знаем. Это они так говорят. Танки, 170 танков, 200 боевых бронированных машин. Вот наши эксперты пишут цифры. Ну, возможно, их даже и больше. Вот мы сейчас точно не знаем, особенно личный состав. Есть еще технику со спутников, можно отслеживать. То личный состав, сколько там уже российских войск находится, мы судить не можем. Но ведь зачем-то их перемещают, зачем-то это надо. И мы видели, что в прошлом году дважды перемещали границу Украины, личный состав, и все равно кончилась агрессия. Поэтому я думаю, что, возможно, в голове Путина и его окружении есть такой план, что мы вот опять попробуем надавить на центр, на Киев, и, может быть, это сподвигнет переговорам. Первый раз же, когда мы это сделали с 24 февраля, переговоры же были. В Стамбуле процесс какой-то так начался, а потом все это остановилось. И в итоге, значит, отвод произошел, как они это называют, войско от Сум, от Черниговой и от Киева. А вот мы теперь это повторим. Раз нет переговоров, значит, попытаемся это сделать. Но разница в том, что, конечно же, сейчас, спустя 8 месяцев, и войска украинские лучше готовы. И там говорят, что все взорвано и все заминировано. Я охотно верю, что это действительно так. Никакого десанта уже не высадишь ни в каком Гастамеле. Ну, а куда ты? В этом военные говорят, что там... Уже не сядешь, уже не сядешь, долетишь в виде трупа, сразу в мешок будут. Прям вот с парашютов, прям вот садись. Понимаете, это можно чисто самоубийственно. Даже если в ней будет задействована десятки тысяч, потери будут гигантскими. Гигантскими, потому что пойти на хорошо укрепленную Киевскую область, если мы говорим о ней, через Полесили или откуда еще, это точно будут огромные потери. Ну, может быть, потери его не пугают, я допускаю. Но какая цель-то, задача, войти в Киев? Но этого не будет. Этого не допустят в том числе и Запад. И предоставят вот в ожидании подобные операции, дополнительные вооружения, и Хаймерс, и все остальное. И самое главное, с этого момента, как только они попытаются пересечь границу, территория Белоруссии, во всяком случае места дислокации этих войск, будут обстреливаться территорией Украины. И никто уже не будет рефлексировать. Вот эти разговоры, ну а что, а если, а мы, два раза уже это никто не будет на это смотреть. Я не исключаю, как я уже говорил, что если ситуация будет развиваться по эскалирующему сценарию с севера, то вполне допускаю, что прилетят какие-то ракеты из других мест. И поэтому Лукашенко, он сильно пожалеет, если он это допустит. Но я понимаю, он будет говорить, ну мы же сами не участвуем, это вот с нашей территории. Но это один раз такое могло быть. А два раза уже такое не канает. Никого это уже не убедит, и никто не будет вот думать, полетела ли ракета с территории Украины или из другого места в резиденцию Лукашенко под Минском. Ну у него девять резиденций по территории Белоруссии. Убила кого, не убила, ну знаешь, друг, ты теперь часть этого всего. И он это понимает. Вот Лукашенко это точно понимает, отсюда и петляние бесконечное. Значит, это не я, это мы не хотим. Украина это не то. Со всякими сказками о том, что, значит, вот готовятся на эти нападения, откуда и так далее. Но, тем не менее, он осознает, что вовлечься лично, вовлечься войсками белорусскими в эту авантюру, это уже точно, так сказать, обратного пути не будет. Продолжение следует...